доброго всем времени суток с вами texer и продолжаем мы играть спинтайрос чернобыль немножко наверное ввел возбуждение в прошлых сериях я почему-то думал что это спинтайрос модранер dlc к нему а это дополнение к спинтайрос оригинальному о чем мне указали в комментах причем я даже сначала спорил ну действительно у меня на кампе не установлен оригинальный спинтайрос у меня установлен только модрана тогда посмотрим куда поехать куда пойти куда податься метод полная задница с здоровьем машинки и он подумал не втопить ли мне к старту с одной стороны идея хорошая с другой стороны идея хреновая потому что ну тут пробираться здоровьешь как не вагон я просто могу вот так через точку погрузки давайте на к старту двинем и тогда вот так вот уже так ладно тогда вот так погнали я не думаю что то очереди спройду я в этих лесах запутал как не знаю кто тут бег ты пьяный змеи через болото это было нечто я под эту поездку но сначала под возврат машина туда в гараж найденные 4320 а потом по честь этого пути я тут рассуждал о реализме в играх и надеюсь вы это видео увидите через некоторое время когда его что-нибудь с ним в разумительное сделаю так вот и там я побил машину так чё начал а спинтайрс да это dlc к оригинальной игре спинтайрс а не к модранеру хотя часть карт у них как ни странно пересекает не почему вроде как это как бы разные игры из-за срач там между разрабами разрада издателями и так далее не скажешь прям запутанная детективная история но такой у них не все у них было гладко и хорошо в процессе я что-то нафиг но да радиация преграждает путь как я жили как я ожидал так вот исходя из того что у меня на кампе стоит только модранера думал блин установилась dlc скачалась все хорошо под большой довольно ладно и можно играть так вот оказалось на эксгумировала поскольку у меня в библиотеке есть оригинальный спинтайрс она его извлекла установила ничего мне не говоря и вот она у меня теперь у меня теперь спинтайрс оригинально стоит и модранер стоит они между собой не дружим играть в нем вот в вот в это вот в нем нельзя в модранере но спинтайрс можно стать поэтому тут и нет камеры в кабине потому что она есть модранере это другая игра в оригинальном нет никакой камеры модовская было это было не очень недавно как раз сегодня по моему и вчера для вчера для меня сегодня вышел патч который поправил ту радиацию на 65 процентов уменьшили урон радиация то машина если вы помните просто сгорала в радиации а теперь он так вяленько дамажится в два раза считаю меньше это конечно прекрасно но блин где вы были раньше так я наверное тут и поеду не дифференциал то я выключу конечно я буду верить что это дорог мне достаточно в одну лужу утонуть меня 40 дамаг осталось до полного моего умирания так машина не надо не надо рули давай так меня в целом туда но не хамут радиации или не утонуть нигде не перевернуться тоже неплохо бы этот гнусный масс дальний родственник шишелье обладает ее волшебной шатучестью стремлением кувыркнуться при этом совершенно паршивая радиус поворота там какой-то машине ну они как-то по циферкам там б что-то там с цифрой который меня совершенно мной не запоминаются понятно лицензионные все эти заморочки да там и они не могут написать масс такой-то там б такое-то чем бы такое-то хреново улучшен радиус поворота я надеялся было что это вот у этого маза насчет не очень похоже так мазурик тут тонешь или нет опасный уровень воды я понимаю что опасный уровень воды опять ночь наступает елки ну это день кончился лето в этом году выдалось хорошее на воскресенье пришлось давай штурмуй ну давай дифференциалов я уже ребенка несколько раз воспользовался я и деревья пошибал елки у вас их хочется хочется очень уазе в котором можно было бы тут ездить лучшая машина в игре чтобы открывать карту эту уазе все остальное ну так на всем остальном дрова хорошо возить хотя на этом мази я бы не стал все это можно разблокировать и мне кажется что вот в этом оригинал spin tires очень дифференциалом большие проблемы то есть он игра постоянно требует чтобы я выключал я понимаю на асфальте я еду по грунтам жутким зачем мне выключать дифференциал не будет выключать ладно буду выключать куда добрался сама карта на самом деле небольшая но как видите довольно противную чего влево дать его тут пройти где я всегда ездил всегда все два раза и тут видите двумя параллельными маршрутами прокатился погнали сейчас найдем точку съезда а он там радиация мне уже маячит впереди приезды на желтенькими значками здравствуй жопа новый год поехали отсюда вправо я так понимаю да да тут резко вправо в целом игра продолжает доставлять массу удовольствием люблю я по грязи по этой полазить в какой игре еще может так полазить мне в комментах писали что-то там про вас я опять забыл название да и тот кто писал забыл название но мы дружно и вспомнили не вспомнили название а потом он нашел ее где-то посмотрел говорят нет это говно не надо не играть у вас что-то там бездорожье как такое название но там грязь не такая там она условная аморфную грязь это это и первые единственная игра в которой она есть я не буду уделить на модранеры оригинальные потому что это одна и та же играет все эти разборки между студиями ничего не стоят какая разница кто делает игру да если та же игра на том же движке с теми же геймплейными возможностями так и покажи шутал и потолок это лужи не выберусь но и какая разница петь или вася и делает бывают такие а все что отчего заглох собака такая что такое она ему хреново просто вот просто такие как сказать право первенства что хрена споришь да те же против голов придумавший xcom а вот но не было до них такой хороший по ходу и тактики лазер сквад был да это немножко не то кто видел согласитесь он отличается от xcom xcom был 1 ласточки такой я бы сказал последний тут до вести кто-то делает xcom и он не белок то это не xcom ну возможно не пара возможно слишком фанат серии но на мой взгляд так потому что все остальные xcom были но мягко говоря не такие некоторые уфа были весьма неплохие вот их было три вот вторая была хороша первая была ну так себе играть можно третья на на марсе была хрена мультяшная а вот вторая где-то мутанты киборги и по-моему псионики была очень хороша ну прям вот почти xcom и xcom экстратерестерестерос по моему люфа экстратерестерос по моему фанатская вот тоже была отличная длинная с кучей исследований с хреновой кучей инопланетян там они просто было неимоверное количество потом мне еще вышло то ли дополнение то ли мод где было еще больше там обычное оружие потом исследуешь там я не помню ну я условно говорю гаусс оружия после когоs оружие идет лазерное оружие потом там звуковое оружие потому что же все да сколько можно уже и топчик они нефига из плазменное оружие а потом ещё какой-то важному так идет и следую и следы и каждый раз там инопланетянины еще более крутым оружием из еще более крутым не постоянно чтобы он к инопланетянин постоянно новый классно вот именно вот такой вот непрерывная вот эта гонка это очень здорово детства у меня колесо восстановилась установлен отлично но теперь поехали так где у нас . погрузки разведка меня надо вернуться на шаши и паша проехать я конечно не верю что проект верить надеяться я могу топлива не очень много а тут дележка кто и спин тарасов больше спин тарас у них ну блин это одно и то же одна и та же игра на не меняется причем я бы сказал madranard получше будет тот же движок а вот все остальное они там получше сделали я не люблю из кабины конечно смотреть по штанова не видно как машина буксует а это основной ради чего я вот игру играю но как-то он но более вылезан он будет более вылезанной более коммерческий блин вагон там утонули я тут по прямой прорвусь по этой гряде было бы здорово вам не буду рисковать и кстати странно как они могли поделить авторские права вроде это это спин тарас да эти игру продают эти игру продают я не смотрел на возможно даже издатели разные а как так одну и игру две разных студии делают но может так и можно но получается делал все эти нихрена не мадрановские а коньон тачей блин посмотреть чуть-чуть откуда ну наводнее это точно спин тарас когда они их вместе брал а и к днём видим отсюда же я же в одном месте их искал видим каньон тоже отсюда но она такая юж там радиация она знак стоит собака проехал по шоссе чё тут скажешь здравствуй шоссе я по тебе проехал там тут радиация сидит и верхами тут не проскочишь на чего вправо уходить я бы за канаву ушел там лес меньше а там радиация за канаву и пошли перед канавой куда деваться я чувствую бензовоз будет очень в тему ну просто очень будет меня спасать ладно у меня вторая машина уже есть я надеюсь я найду еще будет смешно если уазик найду где-нибудь там возле старта как лох на этом на мазике шарахался мазик майонезик здравствуй жопановый год приехали заводить даже не буду пытаться это не работает так у тебя беда с топливом платформа с краном ладно погнали поедем спасем бедолагу на ручнике спасем бедолагу я там на роз болот и оставлю тогда урал да ну да урал не крас и вообще зил ему обозвал ну блин нифига урал а у краса гребень по капоту повыше так ну погнали полный привод отчет у него пушка беда с поворотом вам не кажется аж у него включение фонарей в принципе масс недалеко уехал поэтому моего сейчас сразу и найдем заднем ходу просто дерну и вот а это стоям б я утопить те хотел да я такой я могу я и вторую машину утоплю кстати да не предлагать переместиться на гараж это режим симулятор тут не ночь не пропустишь не в гараж не переместишься где сдох там сдох но ведь согласитесь лучше идет этот идет лучше комиссия может на нем поехать этот больше жалко если он емку увязью это будет плохо так вон она я сейчас просто не мудрящий просто дерну его назад и все так лебедка почему лебедку по что он сейчас есть пытается завестись все с ним будет печально давай давай я щас я щас и сам газую тащу его лебедкой на самом деле я могу это урон водой давай поосторожнее какого те урон водой наносится нормально урон водой у меня же лебедка то есть а мотор то не мотор или мотор давай так дифференциал нафиг я помню себя лебедка тащу вам так не кажется не хватает силенок давай так хорошо а мы вперед и рывком назад тут тросик то хорошо сделано там провисает опасный уровень воды какой нафиг опасный уровень воды у тебя мотор выключен тебе должен по барабану выходи из воды всем выйти из сумрака правильно все деревья сиберии оба на я сделал это заглушить ручник пересесть урон троечка нормально так ну чего эта машина пусть тут стоит я щас попытаюсь развернуться дурац как машина управления камерой так и ка слезь главное вот фигню опять не нырнуть с меня останется я бы третью машину хотел бензовоз я вот в бензовоз вот этого маза не верю я потом попытаюсь из него бензовоз сделать из него такой фиговый бензовоз немножко запчастями немножко бензином стерня по моему не ставится еще меня во время стрима в выходной склоняли к тому что в следующие выходные стрим был по спинтайресу вот напишите в комментах фанат спинтайреса сколько у вас сколько народу хочет стрим по спинтайресу потому что альтернатива знаете ли это совет репабрик который реально много людей хотят увидеть а вот спинтайрес не знаю я вот делал стрим по феникс поинту так на постоянку его смотрел человек 10 ну понятное дело что ой мостик здорово как тут мост есть вообще походовые вот стратежки ну немного народу смотрит будь то хоть xcom хоть батлтех но ко мне много желающих посмотреть только блин кувырнись так и тут мне кажется стрим по нему смотреть наверно немного народ будет тут есть что показать по имя виду по времени да тут есть чем заняться я на серию то я ну может быть я сейчас просто что-то буду пропускать потом смонтирую карту то я хренат но я можешь карту открою с монтажом но не более того понятно дозиметром не трещать так не надо не надо уроне грузовик 6 елки так сейчас приеду чувствую так задний ход срочно причем причем срочно давай давай пошел 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 значит закопают 3 урон хрена сиял в лес а и тут отчерчен такой пятачок назад и вот там слева на пройти а день наступил пока я смотрел карту день наступил прекрасно болен урон сейчас сейчас это ломаю машинку давай разворот влево к этому домику очень не согласно правильно кто в лесу знаки будет стоять радиацию никто кому насчет надо лосям она не надо но я вообще знаков не вижу я тут не еду тут и ты давай страде отста да что ж ты еще между мярдяцами что-то сижу так сейчас посмотрим ну тут такое да вправо давай можешь тогда вот знак там торчит какой-то вот он может это она короче по газам и на прорыв я за знак час выйду просто он сказать у есть радиации чертова просто откуда-то с тыл к нему зашел это же радиация да это радиация знак все я с тыл к нему вышел жизнь прекрасна так хорошо ну и попытаюсь сейчас по дороге с облаками так полный приотпуск я пока остается на . он нужен бензин жрать да опять радиация кто там по дороге хотел я хотел да наивный а вот там еще как-то не странно смотреть стоят вот эти как бы гараж это вот так что ли она идет я справа объеду пусть я прямо объеду там если она вот так то сгибается то и видал я ее медленно конечно но тут в топливать как-то но себе дороже потому что . у нас интереса справа вон она красным даже светится что где-то там у нас и черная смерчка от отрисовался собака страшная по берегу я уже был думал второй передачу перейти в грязь провалимся да не нормально слушать а вот чуть дальше в такой тону по самую кабину хорошо нравится игра в свое время такой же удовольствие получал от евро трака на евро трак пройден как бы american дракон немножко то же самое дает уже такого прям настроение нету так на вообще на юг но вообще сначала хорошо вот сюда выйти что через это я ехать не хочу давайте вот сюда там правда канава дать вот туда там видно будет то есть я мордой ставим нужно что серьезно не буду спорить мне казалось что по дороге поеду ну ладно и мне по дороге видимо так ползю топливо пока есть больше пол бака а вон там остатки дороги все нормально я на нее выхожу это что за канава я чуть боюсь кувырнуться очень чтобы не вызывать вторую машину радиации повреждающий мой грузовик дать не можно было и повреждать начала я как не спорю тут она возможно есть ухожу 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 знаков нет радиации наверно есть все не прождаем грузовик отлично так чуть левее я выйду за сране но я не хотел стал обрыву прыгать но в нем придется водитель там опасно джеронима и все такое мордой в дерево как любим на руле вообще отлично по всякие такие игры играть на вон там пол стоит радиация вон они из-за них выйдут из-за этого чертова кордона радиоактивного хотя можно не выезжать можно вот тут рулить тут нету хоть знаки стоят у них нет как-то замедленно все происходит относительно модранера мне кажется у них нижние передачи побыстрее в машинах работает тут она прям совсем не торопливая или масс такой чертова знает так это я радиацию объехал нормально не такое тут много что прям шугаться так где . вон ты а ее дома хрен поставил ладно так смотрим дальше но все можно на это на вот сюда уходить ну поторвать все он далеко не уеду я конечно по железке пройду дальше он там впереди опять значок стоит радиация и в домах то влачу фонит и надо да это же правда хибарки на особо не пройду да вот вот знак стоит задницы ко мне значит тут уже руку набил блин все stalker к сожалению название серии stalker на мази уже занято оно прошло еще гаечки покидать будет совсем хорошо совсем антуражника ну сначала радиация задалбывала сейчас как-то приспособился к ней уже до элемент геймплея как ни крути так это я вот тут значок себя поставил это молодец давай туда тогда напрямую о я в нужную сторону еду мне кажется ни хрена не дадут туда проехать сейчас опять эти значки появятся поберем дороге решетка стоит от антенна и так вон воронка все и сейчас вредят не вляпаюсь влево вроде знаков нет нам сейчас мы еще кусок карта может блин не знаю заборочиться за серию открыть но это будет серия на час серия на час смотрят ну как не очень длинная не любят длинные серии на ютубе и тупых не любят потому что о заправочка прекрасно потому что длинная серия это мало досматривать до конца и у нее рейтинг там хреновый удержание фиговая удержание аудитории хреновая как вы думаете зачем мне вот это разведывать если она все открыто ну надо надо там ачивонька есть на это наверняка я ачивки конечно не люблю но как-то для порядку а что еще тут делать игра предлагает ездить по грязи чтобы ездить по грязи на как минимальный смысл в этом видеть минимальный смысл но ачивочка почему бы не открыть все точки достаточно ачивчица на мой взгляд откроем все точки получим как она называется но они используют ачивки тут те же самые что и модра на используют то есть там сетлер там еще что-то такое чё без дифференциалов никогда это и дифференциалов никак уж уж такой несчастный то ладно давай ребят уломал стрелка вообще рука легко как пробка из бутылки выдергивается так еще за доли ты антенна проеду да я значит будешь вопить дифференциал мой дифференциал он портится ух в какой-то веке камера молодец и переключилась вверх я тут был почти похоже я тут петлял он воротка нет не тут это был похожий дому похоже решетки видимо тут дохрена я в радиацию еду и главный не пойму сквозь стороны она какими бокам в нее влипают трубу попробую залезть вот она я из нее выезжаю как бы ну ладно реально ослабили радиацию я 74 а то буду гнилую сосну бортом зеркалом елки что-то заглох ты можешь понять двигатель заглох почему у него урон 32 час урона до хрена реально что здравствуйте баги или как вот во что я сейчас буксую я не могу понять скорее всего тут штука не проезжие да я давайте попробую у меня еще сотка есть запасе на запасном колесе как бы урон 13 я в воздух бьюсь давайте попробую ближе к дереву главное не разгоняться но по-моему эта решетка не проезжие просто она тупо не проезжие а болен а там через радиацию ехать левее если излучение повреждает грузовик он так битый боговинка ребят боговинка ведь там проехать то можно пусто машина бьется в невидимую стену фуфу такую антенку делать непроходимая так попробую и под антенну уже не полезу мой грузовик этого не перенесли а не свадьбу дырка неужели я тут не могу проехать будет очень странно вот машина уже мало осталось чего а гаражи тут больше нет гараж гаражи всего два я помимо второго поеду это будет не скоро надеюсь на моей сутки запасного здоровья хватит да все тут проехать можно между двумя антеннами немножко вымораживать вот тут взгляд из машины был помог бы он дебильники конечно то есть нельзя как и евротраки в окно выглянуть там ну хоть как-то так стоп а где воронка то воронка справа осталось тут очень обманчивое расстояние вроде проехал всего ничего оказываешься далеко и наоборот вроде пилить через полкарты раз а ты уже там бездорожье это что непонятно где едешь она очень скрадывает расстояние наоборот растягивает когда как тогда отключаю дифференциал приближусь от точки приближусь вот пожалуйста разведались так чё тут у нас а ни хрена одно большое ни хрена вот радиация и не выехал и на общество вправо обходить чувство 33 минуты я думаю еще одну точку то разведаем вот там вот конечно далеко но опять же ачивка и машинки я не верю что всего две машинки я хочу больше и они что мне хватит раз моей машины чтобы обследовать вот тут и через гараж туда податься после этого собственно я масс не очень даже нужен потому что он свою цель выполнил я может сделать без него заправщика-чинельщика так давайте вот я суда куда-то буду выбредать в обход погнали с этой стороны радиации нет все хорошо пилим дифференциал выключен полный привод включен топливо полное блин полоска дамага тоже полная но антенна надо объехать никак без этого блин с этой стороны мог ехать я смотрю тут все офигенно тут есть не хочу пойти попутывать я мог бы сейчас починиться чтобы она себя хорошо вела но тогда у меня удалось последнего шанса не останется кого что-то встрял и дело хотя бы чуть-чуть из него выбраться чтобы тебя можно было спасти а то и уехать оттуда на своих двоих 4 а тут встрял заглох и у тебя хотя сотка еще выбраться а так тею нету ты там ну ладно я там темно последний десятки проскочу а не проскочишь а что-то он совсем полозет да так вяло вело текущие поползили так вот сторону вроде радиации не было а снова заправочка а это чего аномалия висит смотрите прямо передо мной или это фонарь висит фонарь висит так здравствуй снова заправка да так я нормально вышла я нормально вышел вот и по прямой то мимо заправки туда там правда он светится но мы наверное как-то проедем хотя тут радиация жмет нас к самой антенне я поэтому а нет тут круг радиация вот там уже спиной стоит знак нормально чем можно левее брать если еще знак не вижу как прям ох то он со мной пойти хотел но него не вышло прям как по мешкам едешь таким собственно влево так на ради моей галочки так я тут могу а тут смотрите тут тут лес дремучий но воду я въеду лес дремучий там дом дремучий а не лес странно по картине лес потрескивает повреждает грузовик как где знака нет ленивые рхбз знак не поставили так давай влево ладно в этой серии я думаю еще точку и хорош мне кажется так достаточно будет я теща потрещу лишь потрескивает забор это мой забор мы тут штурмовать не можем то машина не переживет во время забор примут прямо в кассу дерево и давайте они будут кузовом цеплять давай 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 трахте отсюда на слух блин дозиметка слушаю знаков то нету хрена так есть на проселок вышли тердятся от не радиации ну что разведка вот она по дороге направо погнали чем мы тут побуксуем лучших традициях spin tires дифференциал погнали все хорошо днем красота ночью жопа ползет давай 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 гриби колесами стоям ба это воронка нет яма и не яма нормально дерево валяется это я сам туда подал потому что он пытался уже опрокинуться я лучше в канал съеду мордом чем уроню потому что туда туда гнать урал звереешь все нормально вышли блин да чё ж игра хороша не стареет блин есть . разведана ну что у нас тут пробел надеюсь сработал так у нас тут пилорама на ее открыли радиации провесили дофига но принцип понятного как они там дай у них форм формат не круглая такими зигзагами страны тут кстати граница идет то есть он такой берега лучше конечно если бы она высвечивалась вот карту открыл и пятнышки радиации тоже все высветились но в этом тоже есть своя какая-то правда в том что они так вот именно нащупываешь руками и машиной значит потом по всему этому дрова возить причем поскольку вот того здорового маза которые я почему то есть ураганом зову хотел не ураган ураган еще больше него тут нету а на нем можно привести за один раз все восемь если правильно помню 6 точно можно может 8 а вот на урале как бы на нем не четыре можно было привести надо разъездить и не говорить между нам а сможешь погрузить на вас ничего грузить не буду так ну вот тут так вот по дорожке понятно что это я так не проедут сто пудов будет радиации каждому лучше чуть спрятана и вот в том было бы здорово и найду тут уазик а там не знаю тоже еще какая жопа тут грузить самостоятельно дрова то есть вот на эту машину надо будет ставить прицеп не призыв надо отсюда сюда чтобы далеко не возить к нему надо будет ставить прицеп с краном а по моему прицеп с краном он меньше по моему все таки ну на 2 по моему на него меньше бревна влезает и самому грузить от погрузки в режиме симулятора тоже нету ну что ж господа что-нибудь жмите что пишите всего хорошего до новых встреч